По дворце школьников Уральска прошел областной отборочный тур на Олимпиаду по робототехнике ЖАЭК ФРОСТ Чемпионшип. 16 команд в возрасте от 6 до 16 лет приняли участие в мероприятии. Отбор проходил в несколько этапов. Лучшие представят регион на республиканском и международном уровнях. С изысками юных изобретателей познакомилась Алма Гульджи Писова. Когда попадаешь на первую площадку, где выставлены все изобретения детей, глаза разбегаются от многообразия и полета детской фантазии. Дети придумывают то, что им необходимо на данный момент. К примеру, эта многофункциональная рука – разработка учащихся пятого класса. В основном она помогает дотянуться до предмета, который находится очень высоко, например, на шкафу, и поможет достать его. Но это простая разработка, как говорится, между делом. Вообще, тема Олимпиады, океан и подводный мир. И эти пятиклассники дополнительно разработали другой прибор, который также может пригодиться для работы на дне океана. Это робот, который будет делать задания на определенной полосе препятствий. Тут, например, что-то сделать, перевернуть. Может, что-то нажимать, может, переворачивать, может, толкать. Кем вы работали над этим ЖАИКом? С кем? Да. Вот с командой всех. А девочки дворца школьников для ЖАИК First Championship собрали прибор снижения температуры воды. Данная научная находка поможет океану и его биоорганизмам. Мы долго изучали проблему, и мы нашли проблему повышенной температуры океана. И что мы придумали? Мы придумали проект, который создает искусственное облако. Как это получается? Мы насосом, с помощью насоса мы берем воду из океана и вставляем ее в давление. И под давлением вода превращается в такие маленькие молекулы, то есть в аэрозоль. И этот аэрозоль мы, то есть наша машина, как пуля, как пушка, выпускает в небо. И с помощью этого у нас получается искусственное облако. Это облако над океаном вбирает в себя его тепло и охлаждает воду, тем самым предотвращая торнадо и штормы, защищая здания на побережье. Причем, помимо всего прочего, юные изобретатели предлагают на суд жюри и решение вопросов экологии, используя альтернативные источники энергии. Этот проект является очень незатратным, потому что он работает с помощью солнечной энергии. То есть, получается, мы используем солнечные панели, и из-за этого там не приходится использовать какие-то супердорогие приборы, чтобы осуществить этот проект в реальной жизни. И даже сейчас в нашем Казахстане, допустим, есть глобальная проблема – это засущее Аральское море. И то же самое, то есть из искусственного облака тоже может получаться дождь. И получается, с помощью этого проекта мы также можем решить проблему в нашем стране. В целом от 16 сильнейших команд города представлено около 20 проектов. Глубоко исследуя предложенную тему, конкурсанты воплощают свои инновационные идеи в помощь водной жизни и экологии. В республике участие западно-казахстанских юных техников заметно растёт. Да и в целом количество желающих реализовать себя в данной сфере увеличивается. К примеру, раньше из регионов было мало детей. Конкурсы проводили всего в нескольких городах. В прошлом году вдвое больше. Поэтому мы провели 20 региональных конкурсов в 17 областях и трёх городах. В этом году из-за большого количества пришлось добавить ещё один этап и проводить отбор по регионам – Запад, Юг, Центр и так далее. Это говорит о большой заинтересованности, высокой подготовке учащихся. Отбор производится в несколько этапов. Последним станет судейское обсуждение. В очередной тур Олимпиады на данном игровом поле выставлены проекты местных школьников. За две минуты каждый из приборов должен выполнить минимум 15 заданий. Те, кто пройдёт отбор, будут участвовать в региональном этапе в городе Актау. От две команды-чемпионы поедут напрямую в Астану в чемпионскую лигу на соревнования международного уровня. И уже оттуда победители представят страну в Америке на мировом чемпионате. Алмагуль Джампиесова, Колыбек Акрапа, Лихан Исказиев, Акжаик Ахпарат.